Услуги волонтеров становятся все более востребованными в условиях самоизоляции. Основная масса заявок от пожилых и инвалидов. Больше становится и самих желающих оказать бескорыстную помощь. В воскресенье к ним присоединились и губернатор Андрей Никитин вместе с женой Майей. Супруги провели выходной, как обычные волонтеры. Приняли заявки, закупили все необходимое и отнесли по адресам. Арина Аксенова с подробностями. Звонков с каждым днем все больше, говорит волонтер Анастасия Родина. Чаще всего новгородцы просят купить продукты и медикаменты, оплатить коммунальные услуги, вынести мусор, пополнить телефон. Волонтеры помогут получить льготные лекарства или закрыть больничный. Пока за помощью обращаются в основном пенсионеры. В основном это люди старше 65, это пожилые люди. У них обычно есть какие-то хронические заболевания. То есть те, которые просят рецепторные препараты, они либо с диабетом, либо с какие-то хроники. Сейчас в штабе волонтеров работают в основном студенты-медики и бойцы студенческих отрядов. Внести свою лепту может каждый новгородец, не имеющий хронических заболеваний и симптомов ОРВИ. Для того, чтобы волонтер был допущен к работе, чтобы он смог пойти исполнить заявки или даже принимать заявки в холл-центре, он должен пройти обязательно обучение. Каждодневный он должен пройти инструктаж общий по технике безопасности и по работе непосредственно. Температуру на входе каждому вновь прибывшему измеряет лично руководитель штаба. Исключений не делает ни для кого. В воскресенье на смену заступил руководитель региона Андрей Никитин вместе с супругой Майей. 36,4 Андрей Сергеевич. 36,5. Пожалуйста, прошу вас пройти на инструктаж. Дистанция 2 метра, обязательное ношение маски и дезинфекция рук. Проходить в квартиру и принимать подарки от заявителей категорически запрещено. Вот основные правила для волонтеров. Инструктаж пройден, средства защиты получены, можно получить и первое задание. Сегодня у губернатора два адреса. Это заявки на продукты. Также есть заявка, она наполовину выполнена. Так как вчера дедушке были доставлены продукты, после того, как у него уехал волонтер, он вспомнил, что ему нужно еще лекарство. И вот добавили, соответственно, вот эти позиции у нас закрыты уже, выполнены. И нам нужно только завести вот это. Первым пунктом аптека. Лекарства купили, но все волонтеры обязательно делают звонок заявителю, чтобы уточнить, не нужно ли что-нибудь еще. Довольно часто пожилые люди забывают указать заявке все необходимые продукты. Так, а яблок сколько? Все, записали. Все, до свидания. Дальше по маршруту супермаркет. Закупаемся по списку и можно отправляться по адресу доставки. О мерах безопасности забывать не стоит. Прежде чем открыть дверь волонтеру, уточните у него номер своей заявки и не стесняйтесь проверить наличие бейджа. Здравствуйте. Это волонтер беспокоит. Меня зовут Майя. Номер заказа 35545. Так, открываю. Здравствуйте. Как тебе положено? Вот у вас что-то оставляем? Ага. Да. Здравствуйте. Все, что вы заказывали. Спасибо. Спасибо вам, пожалуйста. До свидания. До свидания. Берегите себя. Ну это большое дело. Сказано нам сидеть дома. Мы сидим дома. Бережу, но Бог бережет. Поэтому всем хочу сказать, сидите дома. Андрей Сергеевич и Мария Викторовна планируют и дальше в свободное время участвовать в работе штаба. По мнению губернатора, общая цель поскорее пережить опасный период должна объединить всех, независимо от должностей и социальных статусов. Я хотел показать, что любой из нас, неважно где он работает и какую должность занимает, если у него есть свободное время, может помочь пожилым людям и поучаствовать в работе волонтерского центра. Напомним, чтобы стать волонтером и помочь новгородцам, которые не могут выходить из дома, достаточно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Представители штаба свяжутся с вами и пригласят на обучение. Арина Аксенова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.